Всем привет! Совсем недавно мы говорили о сериалах, которые закрылись слишком рано, и там был буквально душераздирающий выпуск, и вы под ним писали, что было бы неплохо сделать такую же подборку, только про сериалы, которые закрылись слишком поздно. Что ж, как говорится, подписчик-барин. Меня зовут Владимир, и давайте сегодня поговорим о 10 сериалах, которые закрыли поздновато. Начинаем нашу десятку сериалов, которые, возможно, позабыли вы, но не подзабыл я. Тут герои, и они имели просто космический потенциал, но потом слили его в трубу. Очень интересно было поначалу следить, как обычные люди получают способности, пытаются при этом не напугать окружающих, скрываются, но не все из них хорошие. Некоторые с получением громадных сил становятся настоящими маньяками. И вот есть у вас реально пугающий злодей. Закари Куинта выше всяких похвал сыграл свою роль. Ну не надо потом каждый сезон ему придумывать какие-то изменения. Ну победите вы этого злодея, потом придумайте другого, третьего, а потом закрывайте сериал. Не нужно делать так, что вот он сначала был мразь последнюю, а потом хоп, и как бы его личность меняется, он становится более добрым, и ты уже начинаешь ему сопереживать. Не, 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 хорош. И не только этот герой меняется, другие персонажи также преображаются от сезона к сезону, и далеко не всегда в приятную сторону. Иногда их принципы просто становятся непонятными и размытыми. К четвертому сезону сериал буквально всем надоел. Критики выдали ему 29% на томатах, и сериал благополучно закрыли. А у меня все еще теплится внутри ностальгия по первым крутым сезонам. Довольно свежая концепция для того времени. Жаль, что все вот так закончилось. В 2015 году, кстати, захотели сделать мягкий перезапуск, и даже парочку персонажей взяли из оригинального сериала, но ничего не вышло, и уже после первого сезона сериал закрыли. Петь, ну ты где? Надо пару кадриков для общего видоса подснять. Опа. Катюх, только не говори, что ты все это купила. Купила. И на те же деньги, что мы откладывали на новый фон, дизайн. Пару тысяч еще осталось. Ну что, ладно, нам ведь хотя бы придет хороший кэшбэк. На постеры, наверное, хватит, да? Кэшбэк? Ну, да, конечно, если ты называешь себе 344 балла, которые я могу потратить только в трех местах в городе, то пришел хороший кэшбэк. Бля... Чтобы у вас такого не происходило, заказывайте дебетовую карту Тинькофф Блэк. Там вам будут доступны до 5% годовых на счет, 1% кэшбэка с любых покупок по карте, 15% на выбранной категории, а еще до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Все это не баллами, а реальными рублями, которые можно даже снять в банкомате. А еще можно заказать карту, которая порадует вас фантастическим дизайном. Вам доступны на выбор 3 варианта лимитированного дизайна от Лэйзи Сквэр. Если и это вас не убедило, то вот вам вишенка на торте. По этой карте 20% кэшбэка на игры, 15% на Яндекс.Еду и Деливери Клаб и 10% на покупки в App Store, Google Play и Spotify. Вот так вот она выглядит вживую. Мне кажется, довольно ярко и необычно. Если хотите себе такую же, то переходите по ссылке в описании. А если еще и оформите ее до 30 июня, то получите бесплатное обслуживание навсегда. Девятое место и тут Клиника. Признаться честно, я никогда не был фанатом этого сериала. Но знаю, что какие там были перипетии. Вот особенно по поводу последнего сезона и не вставить его сюда было бы преступлением. Абсолютно культовый сериал, который подарил зрителям массу положительных эмоций. Рано или поздно он должен был обрести свой финал. И могло это случиться намного стремительнее, чем кто-либо предполагал. В США время от времени проходят забастовки сценаристов, которые пытаются выбить себе более хорошее условие. И вот в конце 2007 года была очередная. Создатель и основной сценарист сериала Билл Лоренс входят в гильдию сценаристов и также бастовал. А в это время шел седьмой сезон Клиники, который написан был только к тому моменту наполовину. Ну и тут телеканал начал угрожать создателю. Мол, допишем последней серии без тебя и закроем этот сериал к чертям. Ты думал, ты нас переиграешь? Это мы тебя переиграем, черт вонючий. Как-то так проходили переговоры. Я вот их себе вот так представляю. В итоге седьмой сезон реально был близок к тому, чтобы стать последним. Лоренс даже поговарил, что полноценный финал может выйти только на DVD. Но благо в начале 2008 забастовка закончилась и более-менее сносный финал истории показали по ТВ. А потом оказалось, что восьмой сезон все-таки состоится. Но после него точно все. Вот прям железно. В последней серии сезона главный герой Джей Ди попрощался с Клиникой. А актер Зак Браф душевно поблагодарил зрителей за много лет, проведенных вместе. Вот только через год оказывается, что все это вновь был не финал. И даже Зак Браф вернется в проект. Но его герой уже не будет основным, а второстепенным персонажем. А на главные роли выходят молодые интерны из колледжа. Старые же персонажи становятся менторами. И понятное дело, никому не могло такое понравиться. Сериал закрыли после этого эксперимента. И вот знаете что, сделай они какой-то там спин-офф, назови его по-другому, я не знаю, еще что-то. Ну не называйте это девятым сезоном Клинки и ни за что бы этот сериал сюда не попал. Но, как говорится, если бы, да кабы. А на восьмом месте у нас сериал Побег. И это еще один пример того, что даже очень крутой концепт можно запороть бесконечными самоповторами. Сама идея, что тактически гений отправляется в тюрьму, чтобы вызволить своего нечестно осужденного брата, очень классно. Смотреть за этим в первый раз было невероятно интересно. Сразу же этот концепт разобрали на многочисленные ремейки в разных странах. Но сюжет рано или поздно надо двигать вперед. И, следовательно, герои рано или поздно должны выбираться из тюрьмы. А вот что дальше? А дальше начинается наше любимое. Сценаристы понимают, что зрителям нравится вот эта камерная атмосфера тюрьмы, гениальные планы Майкла по поводу того, как оттуда сбегать. А на воле можно показывать, ну, разве что кошки-мышки с полицейскими. Поэтому героев снова отправляют в тюрьму, только теперь более страшную. По сути, создатели просто копируют самих себя. Закончив они сериал на том, что главные герои бегут из тюрьмы и позже очищают свое имя, цены бы им не было. А тут какие-то непонятные самоповторы, просто чтобы потянуть время. И тут настает четвертый сезон. Главный герой, извините за спойлеры, жертвует собой ради своей семьи. И все это, конечно, очень грустненько. Я чуть ли слезу не пустил, конечно. И забыл вот эти все косяки последних двух сезонов. А спустя 8 лет создатели выкатывают новый сезон. И оказывается, что главный герой на самом деле жив. И угадайте, где он? Правильно, в очередной тюрьме. Серии заказали всего 9, поэтому шоураннеры просто по-быстрому повторили всю ту же схему, что и раньше. На этот раз Линкольн вызволяет брата. Потом идут погони, восстановление своего доброго имени и конец. Но я не удивлюсь, если через пару серий оказывается, что теперь герои в супер-дупер опасной тюрьме. На вызволение у них всего 3 серии. Накал страстей, высоченный. Смотрите по первому каналу. На седьмом месте у нас секретные материалы. И это еще один пример того, как сериал сначала закончился, потом воскрес, потом снова закончился. Абсолютно культовейший сериал, который имел огромное количество фанатов и был флагманом телеканала Fox. Дэвид Духовный и Джиллиан Андерсон стали суперзвездными благодаря этому проекту. Но распрощаться с ним все никак не могли. И вот к концу седьмого сезона Духовный вроде как захотел отдохнуть от проекта и его убрали с основного плана. И вот много ли проектов вы помните, где есть отличная химия между напарниками, потом одного из них убирают и проект нормально так дальше продолжается. Вот и мне на ум, если честно, сходу много как-то не приходит. Само собой, фанаты были не в восторге, что Духовный восьмом сезоне почти не появлялся. Как вообще можно представить этот сериал без Малдора? Телеканал понял, что затея не очень удачная и просто заказал финальный девятый сезон, чтобы закрыть все ветки. Но он был, скажем так, не очень успешным. А потом, конечно же, произошло что? Через 14 лет сериал вернулся с новым сезоном. Уже постаревшие Малдор и Скали, но все еще такие родные вернулись с новым раундом противостояния с пришельцами. И не только. Поначалу интерес зрителей был довольно велик, и сериал даже сходу продлили на еще один сезон. Но дальше рейтинги пошли на спад, и проект получил новую концовку. И не просто концовку, а за делом на будущее. Обожаю эти финалы сериалов, которые как бы финалы, а как бы не совсем. Но я надеюсь, что у создателей хватит ума. Все, оставьте этот проект в покое уже, наконец. Про остаться в живых, он же Лост, мы уже относительно недавно говорили в нашем другом видео. И вот представился еще один повод поговорить об этом сериале. Но, откровенно говоря, в этот раз повод погрустнее, что ли. Лост приковал к телеэкранам большое количество зрителей, в том числе наших. Продюсеры с телеканала ABC быстро поняли, что это настоящая золотая жила. И уже на первых разговорах создатель о том, что сериал неплохо было бы завершить, после трех сезонов был дан категорический ответ. Вы что, с ума сошли? Знаете, как трудно найти проект, который будет интересовать зрителей? Звучала цифра, во внимание, 10 сезонов. 10 сезонов, вы представляете эти загадки острова на протяжении 10 сезонов? Слава всем благоразумным создателям сериала, они уменьшили хотя бы до 6. Ну, тоже хотя бы 6, не так мало. И все равно последние сезоны это просто высосанные из пальца сюжетные ветки. Честное слово, если бы после третьего сезона нам просто все объяснили, и люди бы спаслись или не спаслись, то это было бы куда лучше. Ну, или после третьего сезона нам бы просто показали, что это сон собаки. Тоже вариант, можно было с этим не тянуть. Короче говоря, изначально было повешено много ружей, много вопросов задано, но ответы были рассчитаны на 3 сезона. А когда их растягивают на 6, ну, что тут можно сказать? Сонаристы поступали буквально как я в своей дипломной работе. Открывали все возможные дамбы и выливали максимум воды, чтобы вписаться в установленные рамки. Способ проверенный, но качество от этого, скажем так, страдает. Хотя, согласитесь, приятно осознавать, что сценаристы тоже такие же простые ребята, как и мы, и у нас с ними не так мало общего. В верхней половине на пятом месте у нас расположились 13 причин. Почему? Просто офигительный, душераздирающий первый сезон. И вот насколько был офигительный первый сезон, настолько же отвратительный последующий. Просто непостижимое продолжение. Девочка совершила самоубийство и оставила кассеты с объяснениями, которые распространяются между виновниками, они же причинами ее решения. В первом сезоне нам дали послушать эти кассеты, и, казалось бы, все. Но, как вы понимаете, если бы было все, то в этом топе сериал бы не оказался. Нам выкатили еще 3 сезона с бесконечным нытьем, обвинением друг друга, этим судом. Зачем? Зачем? Я с самого начала понял, насколько это неприятная школа, насколько мне неприятны большинство персонажей. Я понял эту историю по первому сезону. Все, что вы хотите дальше от этого всего, я не понимаю. И зрители и критики абсолютно солидарны с этим мнением. На томатах со второго по четвертый сезон и получили 28, 11 и 25 процентов свежести, соответственно. На МДБ оценка серии выше 7 особо не поднималась, а чаще была где-то на уровне пятерок-шестерок. Первый сезон поднял большой хайп из-за обилия сцен харрасмента. Показана сцена самоубийства прямо на экране. Поднятие наружу большого количества школьных проблем. Но, на мой взгляд, совсем не стоило так долго копаться во всем этом. Вовремя стоит переключиться на что-то другое, и создатели не смогли этого сделать. Ну, реально, извините, конечно, за, возможно, излишнее бомбление, но я был просто в шоке, когда анонсировали второй сезон, а потом и последующий. У меня вот реально был немой вопрос. Зачем? Главная сериальная подростковая сага этого века занимает у нас четвертое место. Конечно же, я про дневники и вампиры. Что ж, не первый раз речь об этом сериале у нас заходит на канале, но сегодня мы погрузимся глубже обычного. Поэтому чувствительные парни, ну, пару минут придется потерпеть. Все начиналось как сериальные сумерки. Есть бессмертный вампир, который влюбляется в смертную девушку, они начинают встречаться, но чуть позже образуется любовный треугольник. Зрители попеременно сопереживают то одному герою, то другому, а в конце девушка делает свой выбор не только между красавцами, но еще и между тем оставаться ей смертной или тоже стать вампиром. И первые сезоны прошли на ура. В мою позднешкольную и начало универскую пору буквально все девушки обсуждали перипетии этого сериала. Вот это, а тут вот того убили, а вот тут вот этот стал вампиром, что, как, ну, было, видимо, интересно. Ну, а еще, конечно, актеры красавцы, те рейтинги были фантастические, а вот потом сюжет куда-то начал сворачивать не туда, началась Санта-Барбара, ну, вы сейчас сами все поймете. Главная героиня повстречалась сначала с одним братом-вампиром, потом ушла к другому, ее подруга завела детей от школьного учителя, а потом начала встречаться с бывшим парнем-героиней. Некоторые герои умирали, потом их возрождали, потом их снова убивали, появились древние суперсильные вампиры, потом они оказались не такими уж и сильными, потом сделали отдельный сериал про древних вампиров, потом сделали отдельный сериал про школу детей со сверхъестественными способностями. Короче, сюжет превратился непонятно во что. Все друг с другом перевстречались, а в смерти героев ты уже не то что веришь, ну потому что тебя один раз обманули, значит, возможно, тебя и сейчас обманывают. Чего тогда переживать-то? Запустили еще эти спин-оффы, я, конечно, понимаю, это чтобы выжать, ну, все соки из этой вселенной, но зрителю она из-за этого быстрее надоела. Ну и к тому же, когда уже создатель усвоит простое правило. Если вы не можете договориться с исполнителем одной из главных ролей о новом контракте, то побыстрее все красиво закончите и не мучайте фанатов. Нина Добря, в которой сыграла Елену, ушла из проекта после шестого сезона. Было трогательное прощание, и ее аккуратно вывели из сериала. Но создатели решили еще два сезона сделать без нее, чисто на братьях Сальваторе. Учитывая преимущественно женскую аудиторию, довольно ловкий ход, потому что все и так смотрели в основном на этих братьев-красавцев, да? Но все это выглядело скорее как предсмертные потуги. Так, кстати, в итоге и получилось. После восьмого сезона сериал закрыли, а закрыть ее стоило, мне кажется, не то, что вот после ухода Нины Добря, а еще раньше, вот сезона после третьего-четвертого, потому что потом смотреть на эти любовные, не только ветки, без слез, ну, было невозможно. Ну и теперь давайте воспользуемся читами, то есть категориями, как Петр завещал. И тут у нас супергеройские сериалы от Сидаба. Я бы в первую очередь уделал акцент на тайнах Смолвеля, Стрелея и Флэше. Проекты отлично стартовали, были свежими в свое время, аудиторию собрали немаленькую. Мне вот было очень интересно следить за каждым из них, а уж кроссоверы Стрелы и Флэша были вообще суперскими. Но вот каждый из этих проектов упирался в то, что невозможно постоянно придумать героям по 24 интересных приключения в году на протяжении многих лет. 10 сезонов Тайн Смолвеля. У меня вообще есть ощущение, что у бедного Кларка от меня тайн вообще не осталось. Хотя будем откровенны, кто-то вообще досмотрел сериал до конца? 8 сезонов Стрелы и Флэша этой осенью также заходят на 8 сезон. Тайны Смолвеля можно смело было заканчивать сезон и на 3-м. Стрела стала уже мало кому интересна, когда рассказали все основные события с острова и когда начался этот карнавал с его командой. Ну а Флэш уже не знает, какое еще смертоносное приключение ему придумывают. Проблема всех этих проектов в том, что создатели дают нам классный сезон с интересным злодеем. Потом в следующем все еще интересней, а злодей более опасный, в третьем то же самое. А потом зритель начинает понимать, что просто находится на однообразных рельсах. В какой-то момент я уже просто перестал верить, что у героев есть какой-то челлендж в этом противостоянии со злодеями. Ну а россыпь сопутствующих супергеройских сериалов вроде Supergirl, Batwoman, Черная Молния и прочих добило всякий интерес к вселенной Сидаба. Прикольно, что вы пытаетесь связать все свои проекты, но если первые были поначалу довольно вкусной жвачкой, которая просто потом потеряла вкус, то последующие с самого начала были довольно пресными. Фух, что ж, давно хотел высказаться о вселенной Сидаба, вот предоставил шанс, хотя не в первый раз. Но все-таки вот опять я чуть-чуть погомбил. Второе место и тут у нас «Ходячие мертвецы». Сериал, который я начинал смотреть в 2010-м, потом бросал его, потом снова начинал смотреть, потом снова бросал. И сейчас узнаю о сюжетных перипетиях только либо из мемов, либо вот из нарезок на ютубе. Первый сезон состоял всего из шести серий. Я честно полагал, что вот они найдут этого вирусолога и будут плавно двигаться к финалу сериала. Ага, как бы не так, зрителю предлагаются бесконечные передвижения от одного лагеря к другому, смерть одних персонажей и приход на их место других. Вообще, этот сериал, как и «Игра престолов», был хорош тем, что за персонажей ты реально переживаешь, потому что создатели могут убить каждого. Вот у них есть неприкосновенный, ну, скорее всего, все думают, что он неприкосновенный Рик, а есть все остальные, и вот условно ты сначала проникся вот к этому деду, потом там к какой-нибудь молодой девушке, а потом бац, 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 и все. Но проблема в том, что постепенно они переубивали буквально всех героев, кому ты сопереживал, а на их место приходили не всегда такие же харизматичные чувачки. И сколько же натерпелся бедный Рик. К концу сериала него уже было больно смотреть, это были уже скорее ходячие страдания. А после его смерти все внимание сбилось на Дэрила, и это, конечно, интересно, но уже не то. Нужно отметить, что в «Ходячих мертвецах» почти всегда был крутой злодей. Постановка сцен зомби тоже всегда была на высшем уровне. Но опять-таки, за 10 сезонов нам показали буквально все возможное. Я уже элементарно устал от этого мира, я просто хочу узнать, чем все это кончилось. Не знаю, что нам предложат заключить на 11 сезон, но уже даже по рейтингам видно, что судьба оставшихся персонажей не так уж сильно интересует зрителей. За финалом 10 сезона смотрело всего около 2 миллионов человек, когда на пике эта цифра была около 16. А, например, в конце прошлого сезона все еще значительно и 5 миллионов. Ну а вот этот их ход с параллельными событиями в спин-оффе «Бойтесь, Ходячих мертвецов» это уже проверенная дойка франшизы, которая все так же проверена, просто ускоряет смерть основной. Совсем скоро мы назовем самый затянувшийся сериал, по нашему мнению. Но перед этим давайте взглянем на парочку еще таких же, но которые все-таки в основную десятку мы не включили по тем или иным причинам. Особенно ситкома я не хотел включать вот в эту десятку, вот для «Клиники» я сделал исключение, да, а все остальное, ну мне кажется, что ситком не так сильно зависит от затянутости концовки, как и другие сериалы. И на первом месте, конечно же, расположились братья Винчестер и их сверхъестественные приключения. Я не сомневаюсь, что вы их тут ждали, потому что затянутость этого сериала превратилась в мем. Секрет проекта в том, что за приключениями братьев было интересно смотреть как парням, так и девушкам. Для мужской части тут были местами довольно пугающие Сири, в меру жестокий, и довольно много разнообразных и любопытных монстров. А для девушек тут были Джаред Подолейки и Дженсен Экклз. Забавно, конечно, получается, что это опять седа. Ну что поделать, если эти ребята раз за разом затягивают свои проекты? Сверхи отличный сериал, но никакой проект не должен эксплуатировать одну и ту же концепцию одних и тех же актеров 15 лет подряд. 328 эпизодов, продолжительностью чуть больше 40 минут каждый. Да вы посмотрите на эту плашку, смотрится за какие-то сумасшедшие цифры. За это время герои уже буквально прошли огонь и воду и заслужили достойный финал. Вы слышали, сценаристы? Достойный, мать его, финал! Если вы боитесь спойлеров к финалу сверхъестественного, то бегите по этому тайм-коду. Чуть-чуть о нем поговорим. Ну что это такое? Нельзя было еще более глупую смерть героя придумать? Ну что за драма на пустом месте? Ну могли же в пятом сезоне сделать его смерть нормальной? Почему спустя 10 сезонов она такая нелепая-то? Подышим. Давайте подводить итоги. Сверхъестественно это сериал, который хотя бы кусками видел вероятно каждый. Рейтинги у него были хорошие даже под свой закат. И поэтому клепать серии продолжали буквально до момента, пока актеры не состарились. Но сюжетно сериал не выдерживает никакой критики уже приличное количество лет. И как это обычно и бывает, когда вы имеете успешный проект, вы в какой-то момент встаете перед выбором. Либо вы заканчиваете на пике, и все говорят, ооо, ребята, какие вы молодцы. Ну если концовка такая нормальная. Либо вы сидите на этом настиженном месте до самого последнего, вот буквально упираетесь. И, ну я думаю, вы поняли, что выбрали создателей сверхъестественного. Но нужно отметить, что основной создатель Эрик Крипки, насколько я понял, после пятого сезона, вот у него была история на пять сезонов, а потом он ушел. То есть, ну, не все упирались. Вот такой вот к концу немного горячий топ получился. Пишите обязательно в комментариях, какие сериалы, по вашему мнению, стоило закрыть пораньше. Также ставьте лайк, чтобы ваш любимый сериал тут ни за что не оказался. Ну а у меня на... А-а-а, погодите, погодите, первое, что... Ну, пожалуйста, подпишитесь, ребят. Что-то подписки вообще не двигаются никуда. Подпишись, сердцем уже плохо. Честно, смотрим на эти подписки и плачем по ночам. Также вот тут вот, по-моему, вот тут вот спала плашечка с киноогненными соцсетями. Вот тут спала плашечка с моими соцсетями. Телеграм интересный, кстати. Все такое. Ну, вот теперь на этом у меня все. Огненно, пока! Субтитры сделал DimaTorzok